Вальтер Лонго Его сфера деятельности – геронтология или тайна старения. Как у всех геронтологов, у Вальтера Лонго есть цель – отсрочить хронические заболевания, которые появляются с возрастом, такие как болезнь Альцгеймера и рак, и в целом замедлить процесс старения. Исследователи уже доказали, что ограничение в питании у животных в течение длительного времени позволяет им жить дольше и при этом быть здоровее. Лонго знает об этом. Однажды он решил сделать решающий шаг. Почему бы не попробовать крайнюю форму снижения калорийности питания – голодание. Идея представлялась абсурдной, особенно в современной лаборатории в Калифорнии. Но не для Лонго. У него появилась интуитивная догадка, что голодание может защитить организм от всех видов токсинов. И он использует наиболее токсичные из всех ядов – химиопрепараты, которые убивают раковые клетки. Он использует мышей с вызванным раком и делит их на две группы. Первая группа питается обычно, вторая группа голодает 48 часов. Сначала я убедил некоторых молодых ученых, что это не безумная идея. Принято считать, что если ты голодаешь, ты становишься слабее, не так ли? Это трудно и для молодежи, и для более опытных моих коллег представить себе, что от лишения пищи можно стать сильнее. Он вводил мышам химиопрепарат в высокой дозе, в 3-5 раз выше, чем допускается у людей. Дозы, которые могут вызвать разрушительные побочные эффекты. Смогут ли мыши перенести такое лечение? Будет ли разница между голодающими мышами и другими? Лонга не была в лаборатории, когда коллега сообщила ему о результатах. Она позвонила и говорит мне, мы не верим своим глазам. Все мыши, которые голодали, живы, а те, которых кормили, они умерли. Конечно, я был очень счастлив, потому что это было даже больше, чем я ожидал. И я попросил повторить эксперимент в двух разных лабораториях, и результаты были те же самые. На видео, снятом в лаборатории, разница между двумя группами очевидна. С одной стороны, мыши, которые голодали. Они выглядят совершенно здоровыми. Они активно двигаются, поведение нормальное, органы не повреждены. С другой стороны, мыши, которые питались, как обычно. Только 35% из них выжили. Они очень плохо себя чувствуют, безучастно сидят в своих клетках. При детальном обследовании выявлены повреждения мозга и сердца. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Как только результаты исследования были опубликованы в научном журнале, вся пресса заговорила об этом. Результаты были получены только у мышей. Но, несмотря на это, журналисты повсюду разглашают новость. Голодание защищает от побочных эффектов химиотерапии. Ни одна Нора Квин добровольно голодала. Среди 30 пациентов в госпитале Норриса была выбрана группа из 10 человек для более глубокого обследования. Нора Квин была участником этого исследования. Результаты подтвердили то, что уже видели у мышей. Голодание помогало пациентам переносить лечение лучше. Слабость, тошнота, утомляемость, головные боли значительно уменьшились. Но если голодание так сильно уменьшает побочные эффекты химиопрепаратов, как же оно влияет на их основное действие? Иначе говоря, делает ли голод химиотерапию более эффективной или наоборот? Перед тем, как ответить на этот решающий вопрос, необходимо понять, как голодание защищает здоровые клетки. Вызывает ли голодание изменение работы генов? Лонго выделил клетки из тканей печени, сердца и легких. Вот нить ДНК разворачивается, гены здесь. Гены руководят работой всей клетки. Сейчас они работают нормально. После двух суток голодания Лонго увидел радикальные изменения в работе генов. Некоторые из них стали более активны, а некоторые наоборот. Гены модифицировали функции клетки, перевели ее в режим защиты. Это полная перестройка, которая произошла за очень короткое время. Эта способность заложена в генетической памяти. Нормальные клетки вспоминают все уроки, которые они получали в течение трех миллиардов лет эволюции, и переходят в защитное состояние. Они вынуждены это делать в условиях недостатка питания. Они снижают активность, ведь это необходимо для выживания. И химиотерапия действует на них меньшим, потому что они находятся в состоянии защиты. Так что клетка защищает себя – это атовистический рефлекс. Ивон Лемаха, специалист по пингвинам, показал нам этот путь. Но если голодание защищает здоровые клетки, может быть, оно также защищает и раковые клетки? Если так, то вся теория Лонго рушится. Давайте сравним раковую и нормальную клетки. После двух дней голодания активность генов раковой клетки изменилась прямо противоположно, чем у здоровой. В процессе мутации раковая клетка генетически изменяется и утрачивает наследственный защитный механизм. Раковая клетка ненавидит эту среду, где мало глюкозы, мало питательных веществ. И вместо того, чтобы защищаться, она становится более уязвимой для химиотерапии. Более того, даже без химиотерапии она может умереть в таких условиях, ну или, по крайней мере, ее рост значительно замедлится. Так что голодание действует даже без химиотерапии. Даже без химиотерапии, говорит Вальтер Лонго, голодание – это кошмар для раковых клеток. Я недавно выступал с докладом в одной из крупнейших фармацевтических компаний. И я там сказал, удивите меня, попробуйте, сделайте лекарства, даже смесь лекарств, которая будет иметь более сильный эффект, чем голодание.